Детское радио представляет Сказки народов мира Тайны старой миноры Еврейские сказки Никто не знает, сколько столетий Простоял старый семисвечник минора В нише занесенного песком древнего храма Но едва люди, нашедшие его, зажгли все семь его свечей Пламя, задрожав, разгорелось И озарило всех вокруг неведомым доселе знанием О жизни, об удивительных приключениях О загадочных странствиях и волшебных превращениях В тот самый день Семисвечник минора и рассказал людям эту историю О волшебной няньке Эсфирь была несчастной женщиной За душой ни гроша Мужа нет Дом на ветру шатается Того и гляди унесет Ее маленький сын мог быть ей утешением Да только ведь надо было его прокормить и одеть От болезней вылечить От невзгод защитить А где бедной женщине взять столько сил? Весь день эсфирь трудилась в поте лица своего А ночью глаз не могла сомкнуть Маленький эмик надрывался в своей колыбели с ночи до зари Эсфирь закрывала уши подушкой и считала, пытаясь уснуть Один, два, три, четыре, пять Учимся считать до пяти на иврите Один, ахат Два, штайм Три, шалош Четыре, арба Пять, хамеш Однажды измученной эсфири все-таки удалось задремать Она спала долго и когда проснулась, в комнате стояла тишина Приоткрыв один глаз, эсфирь увидела, как какая-то маленькая тень не тнулась под колыбель сына Скрипнули половицы Женщина встала и подошла к эмику Тот безмятежно спал и даже улыбался во сне Привиделась, подумала эсфирь Но следующую ночь эмик опять проспал крепко-крепко И следующую, и следующую Сегодня глаза закрою, как будто сплю А сама буду подсматривать, решила эсфирь И вот не успел эмик захныкать, как скрипнули половицы И из-под колыбели выползло маленькое юркое существо Шрейтеле Шрейтеле – еврейский домовой, персонаж сказок Он мал, горбат и похож на гнома Как правило, он помогает беднякам Иногда за услугу, а иногда и просто так Шрейтеле забрался в колыбель к эмику Потрепал его по голове, что-то прошептал ему И эмик вмиг заснул Потом домовой пошарил по полкам в кухне Чем-то похрустел и юркнул обратно под половицу Эсфирь была рада маленькому помощнику И ей захотелось его отблагодарить Буду оставлять для домового каждую ночь какую-нибудь еду Решила Эсфирь и оставила на столе мацу Маца – это пресная лепешка Чтобы ее испечь, нужны только мука и вода У евреев есть традиция На праздник Песах прячут один кусочек мацы Он называется афикаман И дети должны его найти А кто нашел, получает подарок А еще мацу добавляют в омлет И получается очень вкусное блюдо Мацебрай – жареная маца И с этой ночи начались твориться чудеса Сколько бы муки не тратила Эсфирь на приготовление теста для мацы Ее не убавлялось Тогда Эсфирь стала печь мацу на продажу И потихонечку дела ее пошли в гору Как-то раз на улице встретила ее старая портниха Из соседнего местечка И давай расспрашивай Как же она так разбогатела? И на чем? Эсфирь и рассказала ей И о Шрейтеле, и о муке Да забыла о том, что говорила ей бабушка Никто не должен знать о том, что в доме завелся Шрейтеле Иначе он уйдет Так и случилось Больше Эсфирь Шрейтеле не видела Но в благодарность Шрейтеле Она никогда не забывала Оставить на ночь на столе мацу А вдруг Шрейтеле простит ей Ее длинный язык И заглянет как-нибудь в гости Ведь без него так одиноко Повторяем, запоминаем Войны старой миноры Еврейские сказки